Дорогие друзья, приветствую вас. Это уже третья часть видео. Зачем мы читаем указ президента о новой миграционной политике, о новой концепции миграционной политики? Ну, чтобы понять, чтобы ознакомиться с оригиналом текста и понять, как его можно интерпретировать, что из этого следует. Конечно, здесь формулировки очень общие, понять из них что-либо конкретное сложно. И тем более сказано, что разработка проекта еще порочена этим же указом, соответствующим органам, специалистам. Но все-таки читать, я думаю, оригинал стоит. Итак, мы приступаем к третьей части. 26 пункт. За нарушение миграционного законодательства Российской Федерации, в частности, за представление поддельных или подложных документов и заведомо ложных сведений, содействуя их представлению либо совершению фиктивных действий для получения иностранными гражданами прав на въезд в Российскую Федерацию, пребывание, проживание, осуществление трудовой деятельности на ее территории и приобретение гражданства Российской Федерации. Так, этот пункт, я понимаю, что наказывать будут мигрантов, которые подделали, сделали что-то незаконное, которые нарушили закон в этой части. Б. Совершенствование государственного контроля надзора в части, касающейся въезда в Российскую Федерацию, выезда из Российской Федерации, транзитного проезда через ее территории, пребывания, проживания иностранных граждан и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В. Развитие инфраструктуры государственной границы Российской Федерации, в том числе и оснащение ее техническими средствами, позволяющими своевременно выявлять и пресекать въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации иностранных граждан, не имеющих права на такой въезд и выезд. Этот пункт поясняю так, как понимаю. Сейчас, на сегодняшний момент, пограничные службы с миграционными службами действуют не координированно. То есть пограничники могут впустить лицо, наверное, те, которые были выдворены и которым 5 лет нельзя въезжать в Российскую Федерацию, те все-таки на границе все-таки высвечиваются, их нельзя. А вот если сейчас действует положение, что иностранцы могут находиться на территории РФ 90 дней из 180, если мы, прожив 3 месяца, выезжаем из Российской Федерации и заезжаем обратно через неделю, пограничники нас никак не останавливают, таких граждан, нарушающих миграционный закон, у них в базе нет, они впускают, то есть у них нет полномочий не впускать. Теперь это будет контролироваться, видимо, после того, как все наладят, все эти программы. Г. Совершенствование механизмов получения заинтересованными государственными органами информации о нахождении иностранных граждан в Российской Федерации и их перемещении по ее территории. Я не знаю, наверное, нас будут чипировать и отслеживать. Д. Расширенное использование современных биометрических технологий для идентификации личности в целях повышения эффективности государственного контроля, надзора в сфере миграции, обеспечения общественной безопасности и предоставления государственных услуг в сфере миграции. Но на самом деле оснащение биометрическими технологиями, оно уже существует на сегодняшний день. Когда мы выезжаем из Казахстана, на казахстанской границе нас проверяют не на глазок, а нас смотрит техника. То есть нас идентифицируют, сверяют с паспортом или с документом удостоверяющих личность техника, а не пограничник на глазок, а на российской границе на глазок. Е. Обеспечение эффективного контроля за соблюдением требований трудового законодательства и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах работодателями, привлекающими и использующими иностранных работников. То есть теперь шерстить работников будут более жестко. И теперь не каждый работодатель возьмет иностранную рабочую силу. Е. Совершенствование порядка исполнения. Ну и сейчас тоже не каждый, но теперь еще меньшее количество работодателей будет нанимать мигрантов. Е. Совершенствование порядка исполнения решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации и их депортации, а также порядка передачи иностранных граждан в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии. Хотела посмотреть, что такое реадмиссия, не так и не поняла. Но я так понимаю, что это выдворение и депортация из этого ряда, по крайней мере. З. Совершенствование административных процедур в сфере миграции, в том числе внедрение электронных форм взаимодействия получателей государственных услуг с предоставляющими их органами и организациями, использование формата многофункциональных центров и иных организационных и технических решений в целях. Так, давно пора МФЦ задействовать в этом вопросе. В целях повышения прозрачности административных процедур и их защищенности от коррупции, снижения вероятности принятия необоснованных решений и допущения технических ошибок, сокращения временных организационных и финансовых издержек, связанных с предоставлением государственных услуг и их получением. И. Обеспечение возможности участия институтов гражданского общества в осуществлении общественного контроля за исполнением миграционного законодательства Российской Федерации. К. Реализация мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, организации незаконной миграции, торговли людьми, использование принудительного труда, в том числе совместно с компетентными органами иностранных государств. Все эти положения есть, наверное, и в предыдущих проектах, в предыдущих концепциях, но исключить их из новой концепции также нельзя. Кое на чем внимание акцентируется, это понятно. Э. Создание, потешание и развитие государственных информационных систем. Это какое-то очень общее название, но информационные системы – это хорошо. М. Повышение эффективности профилактической информационной и разъяснительной работы с гражданами, работодателями, заказчиками работ и услуг в целях предупреждения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации. Здесь тоже все ясно. Н. Совершенствование механизма миграционного контроля в целях решения задач по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации, в том числе по противодействию криминальным, террористическим и экстремистским структурам. Это тоже понятно. 27. Основными направлениями миграционной политики в области оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации, являются А. Поддержание высоких стандартов и дальнейшее развитие механизмов оказания помощи иностранным гражданам, ищущим защиту на территории Российской Федерации, в соответствии с международно-правовыми обязательствами Российской Федерации и с учетом соблюдения интересов российских граждан. Б. Обеспечение готовности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации к приему и размещению иностранных граждан в случае их экстренного массового прибытия в Российскую Федерацию. В. Оказание беженцам, лицам, получившим временное убежище, и претендентам на получение соответствующего статуса содействия в социальной и культурной адаптации с учетом уязвимости их положения. Г. Создание дополнительных инструментов регулирования миграционных потоков с учетом общественно-политической и социально-экономической ситуации в странах, из которых в Российскую Федерацию прибывают иностранные граждане. Пятый раздел. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции. Двадцать восьмой пункт. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере миграции осуществляется по следующим направлениям. А. Реализация международных договоров Российской Федерации в сфере миграции. Б. Заключение при необходимости международных договоров Российской Федерации с учетом цели, принципов, задач и основных направлений миграционной политики. В. Обеспечение взаимных интересов государств, членов Евразийского экономического союза. Г. Участие Российской Федерации в деятельности международных организаций, взаимодействия с иностранными партнерами и международными институтами в целях совершенствования качества регулирования международных миграционных потоков. Д. Обеспечение плодотворного участия Российской Федерации во взаимодействии с иностранными государствами, международными организациями и объединениями, в формировании позитивной, сбалансированной и объединительной международной повестки дня и в выработке решений по вопросам миграции. Е. Обмен опытом по реализации миграционной политики и управлению миграционными процессами. Ж. Повышение эффективности механизмов противодействия незаконной миграции, в том числе расширение договоренности о реадмиссии. Снова встречаю слово реадмиссии, снова не знаю его значения. З. Совершенствование механизмов обмена сведениями о гражданстве и иными сведениями, касающимися мигрантов, а также повышение уровня защищенности таких сведений при их обработке и трансграничной передаче. И. Мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в иностранных государствах, гражданам которых в Российской Федерации предоставлена защита. Это тоже понятно. 6. Информационно-аналитическое обеспечение реализации миграционной политики. Что здесь нового интересно? 29. Информационно-аналитическое обеспечение реализации миграционной политики предусматривает а. Совершенствование языка описания миграционных процессов и миграционной ситуации в целях создания точного и однозначного представления о реализуемой миграционной политике. Видимо, ожидается увеличение миграционного притока. Работы будет много и уточнять терминологию придется. Вот какой вывод я делаю из этого пункта. Б. Достижение более глубокого понимания миграционной ситуации, в том числе за счет увеличения числа оцениваемых параметров, отражающих ее влияние на экономические, социальные, культурные, национальные, этноконфессиональные и иные аспекты жизни российского общества на индивидуальном, семейном, местном, региональном и федеральном уровнях. Значит, не только терминологию будет расширяться, но и методология. Конечно, она будет исследоваться, и количество параметров, которые можно измерять и оценивать ситуацию, будет расти. В. Расширение использования современных цифровых технологий в целях. В. Расширение изучения оценки и прогнозирования изменений миграционной ситуации. В. Расширение использования биометрической информации при осуществлении государственного контроля надзора в сфере миграции. В. Расширение нас чипирует. Ну, конечно, не только биометрические параметры, не только, конечно, будут в чипах содержаться, а контрольно-измерительная аппаратура, различные сканеры, которые будут вас бесконтактно измерять и сверять, будут развиваться, и количество их будет увеличиваться. В. Расширение предоставления государственных услуг в сфере миграции. Да, этот спектр услуг расширять требуется, безусловно. И, я думаю, чем больше будет людей, предоставляющих услуг, тем выше будет между ними конкуренция, и, соответственно, цены будут снижаться. Хорошо бы, если до этого дошло. В. Седьмой раздел «Основные механизмы формирования и реализации миграционной политики». Тридцатый пункт «Основы миграционной политики определяются президентом Российской Федерации». Царь и Бог. П. Палаты Федерального собрания Российской Федерации в пределах своих полномочий ведут работу по законодательному обеспечению миграционной политики. Тридцатый пункт «Правительство Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере миграции и обеспечивает проведение единой миграционной политики. То есть координатором правительства является. Федеральные органы. Это 33 пункт государственной власти. При участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления принимают меры по реализации миграционной политики. То есть федеральные местные органы реализуют миграционную политику. Тридцатый пункт «Основными механизмами реализации миграционной политики являются А. Осуществление на плановой основе мер по реализации миграционной политики. Б. Представление президенту Российской Федерации ежегодного доклада правительства Российской Федерации о ходе реализации миграционной политики. В. Обеспечение качественной профессиональной подготовки должностных лиц государственных органов, занимающихся вопросами миграции. Г. Объективное информационное освещение вопросов миграции и реализации миграционной политики. 35. Корректировка настоящей концепции осуществляется по решению президента Российской Федерации на основании предложений, подготовленных правительством Российской Федерации с учетом результатов мониторинга реализации настоящей концепции и изменений социальных, экономических, внешнеполитических и иных условий, оказывающих существенное влияние на ее реализацию. Итак, господа, мы с вами дочитали текст указа о новой концепции миграционной политики, подписанного 31 октября 2018 года. Я прошу специалистов высказываться, если будет такое желание в комментариях, нам всем хочется понять, ну, всем, кто зашел на это видео, я так полагаю, хочется понять, чем нам грозит это нововведение, что здесь, собственно, нового. Уже я просмотрела видео, мнение было о том, что эта новая концепция рассматривает больше всего интересы соотечественников. Из текста я особо не вижу, что это именно на соотечественников, но товарищу юристу, работающему с миграцией, виднее, конечно же, безусловно. Я-то совсем не специалист, я-то как раз по другую сторону этого водораздела. Так, ну, если видео было полезно, не забудьте поставить лайк, и мы все-таки будем осмысливать и посмотрим, как будет развиваться дальше миграционная политика, и кому от нее станет лучше, кому хуже. В общем, я желаю всем всего самого наилучшего, всем удачных достижений цели, какую вы себе наметили. С нового года, видимо, новая концепция будет доработана и, наверное, начнет действовать. Я с вами прощаюсь, с вами была Аюна Коновалова. Следите за моим каналом, иностранцам в России. Всем пока. Почему я каналом сказала? За плейлистом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...